В столичном жилмассиве Акбосуго для детей открыл двери новый детский сад, который построен по современным стандартам. Отныне родители будут вводить детей в садик, который находится в их же населённом пункте, чего местным жителям очень не хватало. «Мы проживаем тут уже 20 лет. Долгие годы отвозим детей в частные детские сады, либо в государственные. Но они находятся очень далеко. Приходилось вставать рано утром, ехать на автобусе по пробкам. А зимой ещё и холодно. Сейчас новый садик находится в нашем жилмассиве. Теперь все три моих внука будут ходить в новый современный садик». Сегодня в Бишкеке состоялось торжественное открытие трёх новых детских садов в жилых массивах Ахбосуго, Калысордо и Келичек. Во всех дошкольных учреждениях предусмотрены спальные и игровые комнаты, музыкальные залы, медицинские кабинеты. Территории благоустроены и оснащены современными игровыми площадками. «Открытие детских садов – это хороший шаг в будущее, ценный вклад в развитие подрастающего поколения, ведь здесь дети получают первое образование, раскрывают свой личностный потенциал и делают первый шаг к познанию мира». Новые детские сады оборудованы раздвижными кроватями, что позволило увеличить вместимость учреждений и предоставить доступ к образованию большему числу детей. В последние годы строительству и ремонту дошкольных учреждений со стороны государства уделяется особое внимание. Что касается детских садов, то за последние четыре года было построено 44 новых садиков, в то время как капитальный ремонт прошел в 13 учреждениях. Детские сады, построенные с нуля, 2021 год – 10 садиков, 2022 год – 8 объектов, 2023 год – 9 детских садов, 2024 год – 17 садиков. Детские сады, прошедшие капитальный ремонт, 2021 год – 2 детских сада, 2022 год – 4 учреждения, 2023 год – 2 садика, 2024 год – 5 детских садов, прошли капитальный ремонт и были сданы в эксплуатацию. Субтитры создавал DimaTorzok Детские садики Субтитры создавал DimaTorzok Новая школа радует не только учителей, но и самих учащихся. По словам учеников, теперь получать знания стало еще приятнее. Когда мы пришли в новую школу, у нас как будто бы появилась больше мотивации учиться. И когда мы приходим в школу, у нас школа как будто бы европейская какая-нибудь. Как в Англии, например. И получается у нас класс очень просторный, светлый. В прошлом школе у нас была только одна лестница. Учеников было много. Мы все толкались. На переменах не успели на уроках находиться. А сейчас, куда бы не посмотреть, у нас находится четыре лестницы по разным углам. С 2017 по 2020 годы в Кыргызстане было построено 169 школ, а с 2021 по сегодняшний день 227 новых учреждений. За четыре года в Кыргызстане было построено 227 школ, а капитальный ремонт проведен в 61 учебном заведении. Из них построено с нуля. 2021 год – 48 школ, 2022 год – 26, 2023 год – 105 школ и 2024 год – 48. Капитальный ремонт проведен в 2021 году в 11 школах, 2022 год – также 11 школ, 2023 год – 19 и 2024 год – 20 школ. Безусловно, чтобы поднять уровень образования, необходимо в первую очередь создать условия для учащихся и преподавателей, на что, собственно, со стороны правительства сейчас уделяется должное внимание. Сейчас по всей республике строятся и ремонтируются не только школы, детские сады, но и многие другие социальные объекты. А что касается всего строительства с 2021 года, можно сказать, что по всей республике было построено и отремонтировано более 500 социальных объектов. Всего за 4 года был построен 271 социальный объект в виде школ и садиков. Также капитальный ремонт проведен в 74 учебных заведениях.